Здравствуйте, уважаемые читатели! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Каковина. Мы продолжаем знакомить вас с книгами-юбилярами известного детского северного писателя Евгения Степановича Каковина. В 2022 году сборнику писателя «Мы поднимаем якоря 50 лет». В него вошли повести «Вожак санитарной упряжки», «День дак», а также рассказы о писателе Аркадии Гайдаре, «Моряках» и «Полярниках». Предлагаем послушать примечательные истории полярника Павла Алексеевича Лобанова, который Каковин объединил в цикл рассказы «Зимовщика». Друзья, знаете ли вы, что белый медведь является одним из самых опасных представителей медвежьего семейства? А еще он невероятно умен и находчив. Не верите? Тогда слушайте! Непрошенный гость. С наступлением полярной ночи Карское море сплошь покрывается ледяными полями. Полярный хищник, белый медведь, бродит голодный и в поисках пищи отправляется на западное побережье Новой Земли. Он не стесняется иногда заглянуть и в промысловые поселки, забирается в склады с тюленем жиром и уничтожает все, что попадает ему в лапы. Попав в склад, медведь обязательно раскроет все бочки и разыщет самое лакомое. Иногда его заполярное величество жалуют и в жилищах промысловиков. Вот какой случай произошел становище русская гавань. Охотник Михаил Паромов вернулся с промыслом. Он распряг собак и накормил их. Потом надежно спрятал добычу в сарае и, довольный в предвкушении отдыха и ужина, пришел домой. Дома его уже давно ожидала семья – жена, дочь и годовалый сынишка. Паромов очень любил своего маленького полярника, как называл он сыном. Умывшись, он взял сына на руки и стал с ним играть. Жена Паромова в это время занялась приготовлением ужина. Неожиданно в собачнике раздался тревожный лай. В начале Паромов не обратил внимания, но лай продолжался. «Чего это они расшумелись?» – сказал Паромов и передал сына жене. «Пойду посмотрю». «Возьми винтовку», – предусмотрительно предложила жена. «Не нужно, я сейчас вернусь», – ответил Паромов и вышел в сене. В сенях он услышал какой-то странный шорох. Дверь в комнату оставалась неприкрытой. Паромов шагнул к уличной двери и только тут понял, что в сене забрался белый медведь. Безоружный Паромов отскочил в угол и крикнул. «Медведь! Женка, стреляй!» Путь в комнату ему был отрезан. Между тем медведь уже закинул передние лапы за порог в комнату. Момент был страшный, критический. В какое-то мгновение жена Паромова всунула ребенка в руки дочери и схватила со стены винтовку, которая на ее счастье была заряжена. Прогремел выстрел, и зверь рухнул на пол. Рука у женщины оказалась верная. Пуля попала медведю точно между глаз. Михаил Паромов сбежал в комнату, крича «Стреляй еще! Стреляй!» Женщина моментально перезарядила винтовку и еще раз выстрелила медведю в ухо. Но зверь даже не дрогнул. Он был убит на повал первым выстрелом. Так смелая и решительная женщина спасла свою семью. Это был огромный полярный хищник, которому, как шутил потом Паромов, не хватило бы на ужин всей семьи православика. Михаил вытащил с помощью жены медведя в сене. Потом он обнял жену, которая долго еще не могла успокоиться. А сын даже после оглушительных выстрелов не заплакал. Он только удивленно смотрел на свою перепуганную сестренку и ручонкой показывал на ружье. «Ночной грабитель». Теплым осенним утром промысловики становища лагерная Павел Журавлев и Степан Малыгин собрались на ловлю кольца. Они решили поехать на Карскую сторону, на речку, протекающую невдалеке от маточки на шарах. В речке водился крупный голец, и рыбаки всегда возвращались из этих мест с богатой добычей. Промысловики погрузили в Карбас рыболовные снасти, ружья, боеприпасы, продовольствие, и, подняв парус, с попутным ветром отправились в путь. Они благополучно и без всяких приключений доехали до избушки. Все, что не требовалось для промысла, они оставили в избушке, а сами двинулись на речку, ставить сети и рюжи. Потом усталые, но довольные, они вернулись в избушку и затопили печку. Весело и жарко был огонь, продуктов было в изобилии, и они приготовили славный ужин. Аппетитный запах жареного сала далеко разносился вокруг избушки через открытую печную трубу. Промысловики плотно поужинали и попили чаю. Проведенный в труде день давал себя знать. Чувствовалась усталость. Крепко закрыв дверь, они улеглись спать. Ночью чутко спавший Павел Журавлев проснулся от непонятного шума и холода. Вдруг упала на пол и загринела печная заслонка. — Неужели Степан уже проголодался? — подумал Журавлев и спросил. — Ты что же, Степан, плохо поужинал, что ли? — А я думал, это ты, Павел, в печку полез, — ответил не менее изумленный Малыгин. Степан чиркнул спичку и при свете ее увидел белого медведя, который хозяйничал у печки. Вспугнутый голосами людей и вспышкой спички, медведь рванулся к окну и ловко выпрыгнул через него из избушки. Журавлев и Малыгин обошли вокруг избушки, осмотрели окно и поняли, что произошло. Медведь бродил неподалеку. Почувствовав запах жареного сала, он подошел к избушке. Запах особенно остро чувствовался у окна, рама которого была не замазана. И медведь приступил к делу. Он отогнул гвоздем у рамы, осторожно вытащил ее когтями и поставил у стены, даже не разбив стекла. Забравшись в избушку, ночной грабитель направился прямо к печке на запах сала. Ему удалось разыскать остатки ужина промысловиков, и он уже начал лакомиться. Но в это время проснулись люди и вспугнули непрошенного гостя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok